Здравствуйте, ребята! Сегодня я хочу с вами поговорить насчет дополнительного майнинга. Что значит дополнительный майнинг? Дополнительный майнинг это, например, когда вы майните не только, например, эфир на видеокартах и еще плюс в дуале, да, там с декридом или еще с чем-то, да. Ну, например, еще используете майнинг на HDD, на жестких дисках. Да, такое тоже есть, кстати, и есть несколько компаний, которые этим занимаются, при этом вы просто сдаете в аренду свой харддрайв, да. Если мы будем майнить, например, вот на харддрайве, да, и возьмем монету Burst, которая, да, там вот, ну, сейчас такая одна из самых профитных, то, если у нас вот на майнинг фермах, да, мы устанавливаем в среднем, ну, сколько там, 100 гигабайтные SSD-шки, да. Из этих 100 гигабайт, ну, там 20 гигабайт под систему у нас идет, это по-любому, да. И если у нас остается 80 гигабайт, это 80 гигабайт нам будет приносить в день всего лишь, то есть месяц будет приносить нам 8 Burst Coins. А 8 Burst Coins, это приблизительно где-то до 45 центов, если я не ошибаюсь, да. 45 центов у вас будет прибыль в месяц. Но есть такие из нас, кто, например, не использует SSD-шки, а используют, например, харддрайвы, да, для более бюджетного майнинга. И скажем, мы покупаем, например, 250 гигабайтный, да, или у нас, ну, 250 гигабайт. А в случае с 250 гигабайт, да, у нас прибыль от этого всего будет 1,34 доллара в месяц, да. Ну, чуть-чуть побольше, конечно, но все равно не очень-то много. Вот с гигабайтного, да, например, с терабайтного винчестера, да, например, у нас уже будет 101 монетка в месяц, да, майница. И это где-то 5 долларов 42 центов, у вас будет каждомесячная прибыль. Но, как мы знаем все, что мы терабайтные винчестеры не ставим больше на фермы, а ставим чем поменьше, чем подешевле, да. Да. Так что вот так вот. Что еще у нас есть, да, помимо этого всего? Ну, у нас еще есть, например, майнинг манеру. Манеру можно майнить и на вашем процессоре, да. Ну, смотря какой процессор у вас тоже, например, в ферме, да. Если у вас там мощный процессор, это ферма от вашего домашнего компьютера, да, то в этом случае стоит задуматься об этом. Например, вот у меня FENOM четырехъядерный, да, он на манеру мне выдает где-то 90 хэшей. И это будет у меня в месяц где-то профит в 5 долларов 71 цент, да. Каждомесячный профит будет с одного процессора, но при этом он жрет очень много электроэнергии. Он не самый такой простой процессор. Большинство случаев мы ставим на фермы селероны, да, которые, ну, от части выдают, ну, 39 хэшей на манеру, да. Если так взять, это будет всего, ну, 2-2,5 доллара в месяц, да. И, ну, и от Core i3, да, тоже первого поколения, да, Core i3, да, там тоже, например, будет, ну, 3 доллара, да, там, ну, не больше. Честно сказать, да, вот ради вот этих 2 долларов в месяц, да, что с Hard Drive, да, в хорошем случае, что отсюда, да, отсюда, то здесь будет выходить, ну, где-то у вас прибыль максимум до 5 баксов в месяц. Стоит ли вам тратить 5 долларов в месяц, то есть получать 5 долларов в месяц, это плюс еще двойная, двойная такая загвоздка для фермы. Потому что в 2 раза больше шансов есть того, что она зависнет от этого, потому что процессор будет всегда нагружен, и Hard Drive тоже будет почти всегда крутиться у вас, да. И, как бы так сказать, я, например, не считаю целесообразным на моих, например, вот фермах, да, там, зарабатывать эти 5 долларов в месяц, ну, 5-6 долларов в месяц, да, 5, ну, 5 долларов в месяц, да, и при этом иметь, там, большую морокку с ними, да. Лучше пусть он зарабатывает то, что оно есть, а эту Монеру оставим другим. Но в том случае, если вот, например, с Монеру, да, если взять, да, и у вас, например, Core i7, да, там, последнего поколения, да, процессор, ну, вот, скажем, Core i7, 6700, да, например, да, он вам будет приносить на Монеру в месяц 22 долларов. В этом случае уже стоит задуматься об этом. Ну, вот на Celeron'ах и на этих, ну, не думаю, что это стоит того, да. Насчет Barst, да, там тоже, ну, подумайте насчет майнинга на HDD, стоит ли этого вам или не стоит. Это все, что я хотел сказать сегодня насчет дополнительного майнинга. Думайте сами, стоит ли вам это делать или не стоит. На этом все, ребята. Подписываемся на канал. Все вопросы в комментарии. Я на них буду отвечать. Подписываемся, ставим лайки. И все. Удачи. Пока. Пока.